Мы существуем при факультете юридического права и уже 15 лет, в этом году нам будет ровно 15 лет от нашей деятельности. Непрерывной деятельности и уже 15 лет помощи населению, юридической бесплатной помощи малоимущим слоям населения. И, во-первых, юридическая клиника существует для того, чтобы обучить практическим навыкам студентов. И наша главная цель — это создать хороших специалистов. Почему говорю «создать»? Потому что это труд, который и преподаватели, и тех органов, которые государственных, юридических, правовых органов, которые внедряют и пользуются работой юристов. Гости из Эстонии, как они оказались именно в вашей клинике и чем они для вас интересны? Как они оказались? Я вас благодарю за вопрос, поскольку для меня это до сих пор нигма или тайна. Потому что мы получили имейл от Эстонской ассоциации юристов, исходя из того, что они нашли информацию про нас, про наш опыт и про нашу юридическую клинику в Молдавской амбассаде Эстонии, извините, в Эстонском посольстве. Так как мы с ними, с Эстонским посольством мы никогда не работали, у нас не было никаких точек соприкосновения, но вот оказалось, что у нас у юридической клиники репутация достаточно хорошая, то что они порекомендовали юридическую клинику данной Эстонской ассоциации, как организация, правовая организация по помощи малоимущих слоям населения. Оказалось, что данная организация, Эстонская ассоциация юристов, Заинтересовано внедрение проектов по обеспечению юридической помощи малоимущим, но уже при альтернативных каких-то методах. Не классический способ консультации человека, а какие-то интернет-услуги. Уже зависит от того, как мы договоримся, какие наши нужды, нужды нашего населения и какие возможности, какие альтернативы нам предоставит данная организация по сотрудничеству. Мы надеемся внедрить в городе Бельц, первоначально в городе Бельц, внедрить данный проект по более обширной бесплатной юридической помощи при поддержке или при партнерстве местного самоуправления и при нашем содействии. Внедрить данный проект по бесплатному юридическим услугам малоимущим слоям населения.